Всем привет! Меня зовут Владимир и вы на канале Китайфон. Сейчас у меня в руках телефон Infinix Note 12 Pro. И это пример видео на его переднюю камеру. По традиции мы начинаем наш обзор с захода с его передней камеры. Пишет он здесь с максимальным разрешением 10-8 при 30 кадров в секунду. Стабилизация в настройках, как таковая, отсутствует. Во всяком случае, я ее не нашел. Вот так он пишет видеодвижение. И вот так пишет звук. Сейчас посмотрим, что там с шумодавом. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, три, два, раз. Ну, слышали. Надеюсь, он отсечет звук проезжающего автомобиля. Смотрите, есть вот такой еще прикол. Это у нас режим с размытием заднего фона. И если не бежать, а стоять, спокойно разговаривать, то задний фон размывается. Естественно, это все программное. Никаких, видите, оптических алгоритмов здесь дело не идет. Здесь все программное. Размывается, отмывается. Ну, фишка прикольная. Если сильно головой не болтать, то, в принципе, достаточно и прикольно. Ну что, смартфон достаточно интересный. Смотрите обзор внимательно. Будет много интересного. Итак, неделя с Infinix Note 12 Pro. Поехали. Из начала видео, надеюсь, ты уже понял, что на столе у меня очередной смартфон от компании Infinix. Была у нас на обзоре обычная двенашка, а теперь ее Pro-версия. И вроде как поначалу я собрался сделать видео с недельной эксплуатацией этого смарта, а потом как пошло-поехало, и проходил я с ним больше двух недель. Причем ходил с ним почти как с основным. Интересно? Погнали смотреть. Так, сегодня у нас понедельник, 24 октября. Это у нас телефон Infinix Note 12 Pro. Здесь установлена моя симка. Накачаны приложухи, соответственно. И для общения, и для тестирования. И на неделю этот телефон станет моим основным телефоном. Посмотрим, какая разница между телефоном, там, грубо говоря, за 40, который у меня, ну, под 40, будем откровенны, и телефоном, не знаю, там, до 20 тысяч стоимости. Сильно я огорчусь при его эксплуатации. Или нормально все. Ну вот, за утро я его уже тут погонял. Даже, по-моему, шорт, да, шорт снимался на него. Если кто не смотрит, ну, смотрите, только единственное, с 18. Там без приукрас все выражения. Вот, и, соответственно, будем посмотреть, что там за неделю произойдет с ним. Вот так, поехали. Для начала тест на реальной эксплуатации. Тест по автономности. Так, в 8 утра симка вставлено. Сейчас у нас из 20 и 10. 96 процентов. 4 процента мы потеряли. Ну, давайте где-то в час посмотрим, что там у нас с телефоном будет в час. По процентам аккума. Час дня 89 процентов. Ну, на пол шестого осталось 72 процента. Как бы это весело не звучало. Вот и подошел первый день к концу. Время 23.03. Остаток у нас аккумулятора 53 процента. И с этими процентами мы идем спать. Итак, 7.23 утра. 51 процент. За ночь у нас ушло 2 процента заряда. Ну, достаточно неплохо. Продолжаем тестировать автономность. Итак, почти пол второго. Осталось 31 процент. Ну, я дико подозреваю, что до вечера малыш не дотянет. 6 вечера. В сухом остатке 19 процентов. Итак, без 10.9. 1 процент остался. Сейчас попробуем по-быстренькому заскочить. Вот. Где этот? Марафонская выносливость. Расширенные настройки. Доедишь ты. Все. Не успел я. Одним словом, ну, вот считайте, два дня. Два дня почти. Почти два дня продержался. То есть, ничего сверхудивительного. Нормальная работа аккумулятора на 5000 мАч. Вот вам и весь тест автономности. С учетом того, что, наверное, ну, процентов 80 времени он находился именно под 4G. То есть, не было никаких Wi-Fi. Он потреблял по максимуму энергии. Ну, и плюс, видите, что мне нравится, допустим, в этом телефоне. То, что нет вот этого всего глянца. Вот этот бы еще бы убрать и замечательный глянец. И вообще шик бы был. Вот такой тест автономности. Вот это мы шустро начали. Автономность посмотрели. Давай глянем, что в коробочке. Открываем коробку. А там полный джентльменский комплект. Кабель, силиконовый чехол, зарядка на 33 ватта и скрепка с макулатурой. Вот сейчас владельцы айфонов, топовых самсунгов и пикселей удивились. А что, так можно было, что ли? Да, так можно. Вот что должно лежать в коробке, когда компания вас любит, а не налюбливает, рассказывая про экологию и прочий маркетинговый бред. Тебе не нравится взад, а за iPad. Дизайн смартфона – вещь субъективная. Мне этот циклоп-хрюшка не очень понравился. Я больше предпочитаю стиль кубизма. А вот исполнение корпуса вполне неплохое. Квадратные грани, матовый пластик на заднике и выделенная глянцем зона камеры. На правой грани – качель громкости и кнопка включения со встроенным сканером отпечатка пальца. Сканер работает шустро и без промахов. В настройках системы можно выбрать его срабатывание на касание или нажатие. На левой грани – полноценный лоток на две симки и карту памяти. Снизу разъем Type-C, разговорный микрофон, джек для проводных наушников и перфорация для динамика. Корпус выполнен из пластика и при своих габаритах 77 на 164 мм достаточно приятно лежит в руке. Толщина составила 8 мм, а вес – 193 грамма. Как я сказал ранее, Pro-версия – это доработанная двенашка, и от нее достался AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с Full HD разрешением. Экран имеет каприлитный вырез, что на мой субъективный взгляд немного нетехнологично выглядит в 2022 году. Функции DC-димминга в настройках нет, но я могу смело заявить, мои глаза не намекали мне слезами, что им как-то некомфортно. На ярком солнечном свете пользоваться вполне можно. Запаса яркости хватает, во всяком случае для зимнего солнца. Да, видно, что матрица у нас не самая топовая. Да, виден небольшой шлейф за черными буквами, но и цена не намекала на принадлежность смартфона к флагманскому сегменту. Часто в такой ценовой сегмент вставляют отвратного качества IPS-ки с никакущими углами обзора и HD разрешением. Опять же, увеличенной частоты кадров не завезли, хотя Proz поддерживает повышенную герцовку вплоть до 120 Гц. Ну, раз зашел разговор за процессор, то вот про него и поговорим. За производительность отвечает Helio G99, который трудно назвать флагманским решением, но хорошим середнячком вполне можно. Почти 383 тысячи баллов в Antutu является неплохим результатом при такой стоимости. Ах да, забыл тебе сказать, что прошку можно легко нахватить от 15 тысяч вечно деревянных. Также Proz достаточно уверенно прошел тест на троттлинг. Так, значит, тестирование у нас CPU троттлинг, тест. Ну, график, как видите, достаточно ровный, зеленый, никаких провалов, ни в желтую, ни в красную зону. И что мне понравилось больше всего, ну вот смотрите, МАКС у нас количество гипсов, ну, грубо говоря, операций в секунду, и МИН, минимальное количество операций в секунду, 209-190. То есть при всех своих там разогревах, перегревах, тут процентов, наверное, сколько? Ну, 10, наверное, ну, пускай там 15 от производительности между максимумом и минимумом. Ну, видите, тут надпись такая 94%, вот он, это 6%. Это у нас процент троттлинга. Для такой аховской цены очень неплохой результат. У многих из вас возникает вопрос, а можно ли его брать своему чаду для игр? Сейчас? Есть. Вольну? Да, одного вольну. Второго сейчас вольну. Сейчас ножико. Эх, матерый попался, да? Ладно. С ножико не взялся. Матерый. Нет. Слепанули. А там авики. Одни. Я серьёзно, что это значит. Раз. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Тихо-тихо-тихо, не поликонтору. О-о-о-о. Не заметил. Да, ну ты. Ну что, по телефону, можешь сказать. Ну, хороший. Хороший. Играть можно. Можно? Да. Да, можно. Финих будет легко вывозить все современные проекты на средне-низких настройках графики. Новые танки спокойно раздавали урон на средних настройках. Колда с пабгом на максимуме. Стенд-офф тоже не спотыкался на нашем видеоядре Myli G57MC2. Благодаря современному техпроцессу, Helio G99 имеет UFS 2.2 в качестве внутреннего накопителя и оперативную память LPDDR4X, работающую на частоте 2133 МГц. Причем оперативки 8, а встроенной памяти и вовсе 256 гигов. Также в настройках есть функция расширения памяти, но я ее не использовал. Все и так летало. Работает смартфон под управлением андроида 12-й версии на традиционной для финика оболочке XOS 10-й версии. Наконец-то производитель услышал мольбы пользователей и забыл включить рекламу у себя в оболочке, за что ему честь и пахлава. Из настроек я только выключил уведомления и всяческую деятельность, простой для внутренних магазинов и прочих встроенных X-кубой, X-зоной и прочим. Немного удивил Always On Display. Так, ребят, ну вот такую штуку заметил. Вот у нас здесь Always On Display. Вот. Ну тут видите, какая информация. Время, дата, количество процента заряда. А где информация о том, что у меня тут сейчас, допустим, сообщение есть в ВКонтакте? Вот я знаю, что оно есть. Вот. О, видите? Ну, а мне не надо на Always On Display знать о том, что у меня там что-то, сообщение какое-то пришло. Ну и что-то как-то, честно сказать, неяркий. Это не упрек, ребята, это не упрек Инфиниксу, это какая-то не мега доработка телефона. Ну, вы же понимаете, мы блогеры, мы же считайте тестеры вот этого всего, то, что вы нам даете. Ну, обратите на это внимание, сделайте какие-то себе пометки, помарки, заметки, зарубки. И исправьте это в обновлении. Ну, это ж не так сложно, я думаю. Сама оболочка очень красочная. Основные режимы собраны в плитку. В ней однозначно есть где полазить и понастраивать. Не забывай про замечательное приложение PhoneMaster. Если ты видишь, что от приложения не приходит уведомление, или по какой-то неведомой причине, в, например, сильно модифицированном в Ютубе, типа Вансит или Ре Вансит, перестал работать микро-джи патч, или вовсе пропадает интернет, просто добавь их в автозапуск, и все заработает как надо. Так, пацаны, ребята, нашел Баха. Как Бах? Это не Баха, это недоработка. Так, заходим. Диспетчер. Без разницы, сам проще, но и все, диспетчер. Ну вот, смотрите, допустим. Ну и, допустим, вот, делаем вот так вот. Мы пытаемся выйти отсюда. Побожает играть все это дело. Сейчас мы все уберем. Ребята, вот так даже если сделать. Во. Вот так сделаем. Офер. Для того, чтобы это выключить. Ну вот так можно сделать музыка. Вот так. Вот так. Теперь вот так. Вот так. И, соответственно, вот так. То есть все. Теперь эта мудрая женщина заткнулась. Ну блин. Ну я раз нажал выйти, там, свернул приложение, из памяти уже все поудалял. Как? Ну сделайте ему что-нибудь, а? Отдельного упоминания достоин звук. Он почти стерео. Ну как почти? За второй динамик отвечает разговорный. Такое стерео часто называют полуторным. Есть режимы по его улучшению через систему пространственного звучания DTS с возможностью подправить звук в эквалайзере и с возможностью виртуально расширить стереобазу. На слух это сразу слышно. Субтитры сделал DTS что касается беспроводных ушей, то я его проверял на High Low JT1 Plus с IPTX кодеками и с JBL, но уже без этого кодека. И в том и другом случае смарт работал на AAC. Поддержку IPTX не завезли. Качество звука вполне неплохое. Разрывов не было. Тем временем дело дошло до камер. И опять могу сказать, что я остался ими доволен. Разберем поподробнее. Передняя камера на 16 мегапикселей на базе сенсора Unix. Она очень достойная и себяхи вполне себе смотрибельные. Яркие, с хорошей детализацией. Есть режим для портретной съемки, режим бьютификации. В портретном режиме не всегда алгоритмы справляются с правильным размытием. Видео на переднюю камеру ты видел в самом начале. А вот самый смак я приберел. Совсем недавно смотрел видео с канала Распаковка 2 Паковка. И там Илья рассказывал про то, как на этом телефоне ночной режим работает в видеосъемке. То есть подсветка экрана. Ну вот смотрите, что будет если выбрать не подсветку экрана. А сейчас вы, я думаю, в отражении у меня видите, что работает именно подсветка экрана. Ну давайте, сейчас я вам покажу, что тут может быть, если выбрать не подсветку экрана. Убираем вот мы автоматически. И, как вы видите, работает не только подсветка экрана, но еще и вспышка. Вот она она. Опять-таки. Видно все. Как зеркаль до головокружения. Вот. Полная вообще, пусть полнейшая темнота. Она полнейшая здесь, ни единого фонаря, как в жопе негра. Ничего не видно, темно до максимума. Вот она. Идите, посмотрите, где-нибудь такие еще есть фишки. В телефонах не то, что до 20. Не знаю, там. И после 20 вряд ли такое есть. Ну вот я такие вещи только у Infinix видал. Ну вот вам ночная съемка. Ночной режим рвет всех не только в своем ценовом диапазоне, но и смарты более высокой ценовой категории. Теперь к основной. Наш встроенный блок камер, состоящий из самсунговской 108-мегапиксельной камеры и двух маркетинговых 2-мегапиксельных модулей. Их мы не будем рассматривать от слова совсем. А вот на основной камере приостановимся. В обычном режиме это 16-мегапиксельные фотки. Режим на 108-мегапикселей включается отдельно. При дневном освещении можно получить вполне неплохие кадры. Искусственный интеллект камеры помогает правильно выбрать сцену. Цветопередача естественная, детализация хорошая. Внутри помещения снимки также не страдают занижением качества. Шумы возрастают некритично. Размытие работает достаточно неплохо. На обоих камерах есть режим пленка, который позволяет снять короткие видео с разными сюжетами. А по итогу смарт сам смонтирует их в интересный клип. Вечерние фото в Super Night Mode очень неплохие. Главное найти какую-нибудь точку опоры для съемки. Перед тобой сравнение двух фоток, снятых в авторежиме и в ночном режиме. Разница чувствуется. Теперь за 108 мегапикселей. При съемке в этом режиме ты вряд ли на экране телефона заметишь разницу. А вот при приближении эта разница видна невооруженным взглядом. Вот фото, сделанное в режиме 16 мегапикселей. А вот в 108. И вот тут при кропе можно рассмотреть все рекламные надписи на магазине и даже номер заезжающей машины. Видео основная камера пишет с разрешением до 2К. Скорость в 60 кадров в секунду доступна только при разрешении 1080. Стаба не завезли. И если в обычной двенашке была возможность после съемки включить электростаб на этапе просмотра, то тут данную интересную фишку не прикрутили. А это пример видео на основную камеру. Телефон AirFenix Note 12 Pro. Сейчас у нас видео записывается с разрешением 2К, но 30 фпс. 60 фпс доступно только в режиме 1080. Стабилизации тут не завезли. Так. Ну, автофокс работает. Работает. Я перехвалил. О! Работает. Чуть-чуть засыпает и опять работает. Ну, я-то уже, как говорится, смотрел, пробовал. Очень удивляет. На обычной двенашке была функция, когда можно было после того, как ты видео снял, проигрывать или включить стабилизацию. Он все это дело отстабилизировал в электронном виде. Ну, и достаточно сильно плохо получалось. Здесь-то что помешало такую функцию оставить? Ну, я не знаю. Чуть-чуть, конечно, маркетологов я не везде понять могу. Ну, звук сами слышите, как пишется. Иду специально возле дороги, чтобы понятно было. Ну, и, кстати, ветерок тоже кое-какой присутствует. Потому что микрофон здесь один, микрофона Шумодава нет. Сейчас подойду поближе к дороге. Вот. И поговорим. Ну, вот оно. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, четыре, три, два, раз. Сейчас машины ездят. Сейчас увидим. Что там отсек он, звук автомобиля от моего голоса, ченек. Ну, вот как-то так. Сейчас будет пример съемки при крайне плохом освещении. Это у нас ночная съемка. Как говорится, из освещения только фонари. Снимает телефон в 2К. Держу его одной рукой. Соответственно, понимаете, как он будет снимать в движении. Стабилизации тут нет никакой, как я уже говорил. Ну, смотрите, автофокус. Автофокус. Ну, нет ночи автофокуса. Ну, простительно, это не первый телефон, который ночью сфокусируется не может на ближнем плане. Ничего страшного. В принципе, не так часто вы будете снимать вот такие замечательные ночные видео. За автономность в целом мы поговорили в самом начале. За час игры смарт потерял 13%, а за час ютуба 8%. А кум емкостью 5000 махов полностью заряжается от комплектного блока за час 40%. С Wi-Fi проблем не было. Прием уверенный. 4G также без нареканий. Тест GPS перед тобой. Это жесткий GPS-тест телефона Infinix Note 12 Pro. Ну, подключался он сейчас на холодную, наверное, секунд 40 минуту где-то. Сейчас он, как можно заметить, работает чисто одной своей спутникой навигацией. И больше здесь ничего нет. Ни симок, ни Wi-Fi, ничего. То есть самые жесткие условия. Чтобы вы понимали, насколько жесткие сейчас условия. Во! Это у меня не камера запотела. Это такой туман охерительный. Но я думаю, для работы спутниковой навигации не самые лучшие условия, называемых так. Ну, что? Не знаю, почему эта штука машет влево-вправо. Ну, по сути, как бы, вот она, будка. Вот мы повернулись. Соответственно, и указатель повернулся вслед за нами. Ну, точность практически по дорожке. Ведет он где-то, наверное, метр разницы. Достаточно неплохо. Для своей цены, в принципе, в навигацию может. Ну, ладно, все. Давайте, досматривайте обзор. Итак, откуда начали обзор, там его и будем заканчивать. Соответственно, пролетели эти две недели. Вместе с Fenix Note 12 Pro. Что могу сказать хорошего или нехорошего в этом телефоне? Ну, сами понимаете, все эти слова я буду говорить, исходя из его стоимости 15 тысяч рублей. Давайте начнем с позитивных ноток. Итак, что здесь мне понравилось? Здесь неплохой для такой ценовой зоны процессор Helio G99. В принципе, его достаточно вполне себе. Неплохие камеры. Хорошая автономность. Хорошая комплектация с быстрой зарядкой в комплекте. Амолед-экран. Я уже, знаете, как-то на IPS-ке у меня глаз не так посматривает. Ну, нравится мне хоть где-то радужные цвета в нашей жизни. Что мне не понравилось в телефоне? Ну, кое-что вот могли сделать, но не сделали. Это у нас 120 Гц. Здесь отсутствует, хотя процессор это все дело поддерживает. Стабилизация куда-то ушла, а хотелось бы. И, ну, это уже моя, так сказать, субъективная придирка. Это каплевидный вырез на экране. Ну, в 22-м году не очень это все дело смотрится. Так сказать, не то, что не очень, а не совсем современно. Ну, и вот этот хрюшкин пятачок на спинке телефона. Ну, тоже, не знаю, как-то, ну, кому что, мне вот, не знаю. И вот эта выделенная зона камеры, где у нас глянцевый пластик. Тоже нахрен это делать было. В принципе, все матовое, ничего не лапается, кроме вот этого места. Так, ну, вот, наверное, все. Советовать вам его или нет, я не знаю. При 15 тысяч рублей вполне себе годная машинка. Ну, все. На этом заканчиваем наш обзор. Ставьте лайки. Не забывайте при колокольчик. Ну, и подписывайтесь, если вы еще не подписались на мой канал. Но у меня еще впереди многих других смартов. Все. Я пошел их смотреть. Ну, скорее всего, я если не похмелюсь, я тоже уйду. Продолжение следует...